В эти выходные состоялись очередные игры турнира по хоккею на Кубе главы города Конакова. В субботу за очки боролись четыре команды. Первыми на лед вышли Конлед и Рублевка 69, затем команды Козлова и Орелон. Как шла борьба за главный приз турнира на этом этапе в нашем сюжете. Хоккейные баталии продолжаются. На льду команды Рублевка 69 и Конлед. И как положено на данном этапе турнира, а это уже далеко не первые его игры, необходимо показать мастерство хоккеистов, как нападающих, так и защитников. И, конечно, многое зависит от вратарей. Кто действует в зрелищной манере, вытаскивая тяжелые матчи, того и можно назвать настоящими асами своего дела, как и в этом матче. Игроки обоих команд старались не пропускать шайб в свои ворота. Но без голов не было бы и побед. Пользуясь потерей концентрации соперников, шайбы оказывались в воротах как у одной команды, так и у другой. Со счетом 3-5 команда Рублевка 69 одержала победу над командой Конлед. Следующая игра состоялась в этот же день. На льду встретились команды Козлова и Орион. Судя по турнирной таблице, этим клубам особенно тяжело даются матчи. Несмотря на первые неудачи, хоккеистам удалось собраться и на этот раз постарались удивить зрителей. Ходя жесткой активной хоккейной баталии, игроки не упускали возможности забить своим соперникам по несколько голов. В итоге 3-6 в пользу команды Козлова. У команды Орион по-прежнему остается 0 очков. А вот команде «Русские медведи» по-прежнему удается держаться на самой верхней строчке турнирной таблицы. После игры в это воскресенье у нее стало 6 очков. На этот раз «Русские медведи» сразились с командой Корчева. На протяжении нескольких часов игроки обеих команд не сдавались до последнего. Такой хоккей нам нужен. Активный, яркий, зрелищный и увлекательный. На льду одни из самых сильнейших конаковских команд «Русские медведи» и Корчева. Однако расслабляться обеим командам было некогда. На кону кубок города. Поэтому борьба за очки турнирной сетки шла не на шутку. Бросок еще. Бросок уже казалось, что на первых минутах матча ничего не произойдет. Но не тут-то было. Русские медведи взяли лидерство в свои руки и забили несколько голов ворота соперников. Команда Корчева не уступала как и в нападении, так и в защите. Несколько таймов подряд хоккеисты не давали спуску соперникам, показывая свое преимущество. Однако удача оказалась на стороне русских медведей. Сильный напор игроков этого клуба не позволил забить большее количество шайб в свои ворота. Со счетом 8-4 игра закончилась не в пользу Корчевой. По последним данным турнирной таблицы, русские медведи выходят вперед по общенабранным очкам. Редактор субтитров А.Семкин